В этом видео я вкратце расскажу о возможностях в векторе и о том, для кого это софт. Чтобы разобраться, кому может пригодиться в векторе, нужно понимать, что вообще умеет векторе, какие у него особенности. Самое основное предназначение в векторе – это сделать создание 3D доступным для каждого. И с этим вектор действительно справляется лучше всех. Есть много параметров, которые можно оценивать за сравненность программы, но по совокупности функционалу в векторе нет конкурентов. Да, в каких-то отдельных моментах есть более подходящие программы, но для этого ты включил это видео, чтобы понять, чем хорош в векторе. Итак, что мы имеем? По пунктам. Первое – очень понятный лаконично-современный интерфейс. Вообще все сделано максимально понятно и современно, в этом равных в векторе точно нет. Второе – полноценное полигональное моделирование. Есть базовые, но и не только базовые инструменты моделирования. Третье – фотористичный реал-тайм рендер. То есть вы всегда видите конечный результат, все рендерится мгновенно. И здесь именно плюс в фотореализме. Для браузерного софта, в котором даже ребенок разберется, результаты просто фантастические. Четвертое – импорт и экспорт всех основных форматов. Я бы сказал, что вряд ли найдется формат, который вы не сможете импортировать или экспортировать. Пятое – сцену можно сгенерировать в виде ссылки и отдельно просматривать вашу сцену, или добавить сцену на сайт. И что тоже важно, в просмотрщике используется тот же движок с реал-тайм рендером. Шестое – также сцену можно открыть в дополненной реальности. При этом используется веб AR, а это значит, что для просмотра сцены в AR никаких специальных приложений скачивать не нужно. Седьмое – в ближайшее время будет добавлено множество интерактивных возможностей, чтобы можно было взаимодействовать со сценой на сайте. Например, пользователь сайта сможет менять на сцене цвет, материал, размеры объектов и много чего подобного. Такие возможности есть и сейчас, но для этого нужно уметь работать с кодом и использовать старую версию. Но в векторе все эти глубокружительные и очень полезные функции постепенно переносят прямо в редактор. Восьмое – есть также библиотека с моделями, материалами и окружением. Девятое – вы можете с легкостью создавать сложные материалы, такие как стекло, пластик, воск, лакированные поверхности. Десятое – разумеется, есть возможность загружать текстурные карты во все свойства. Можно даже в качестве текстуры загрузить анимацию в формате локси или гиф. Одиннадцатое – в проекте есть история версии, то есть вы можете не переживать, что что-то пойдет не так и всегда можете вернуться назад на любой момент. Двенадцатое – проектами можно делиться друг с другом, то есть можно планировать чужой проект и работать с ним дальше у себя в редакторе. Тринадцатое – в векторе есть крутой плагин для фигмы. Четырнадцатое – очень легко превратить 2D в 3D. Буквально в пару кликов, если у вас есть svg-файл, вы можете превратить его в 3D. Ну и напоследок отмечу, что в целом в векторе ты не ощущаешь напряга, ты там отдыхаешь, словно играешь в какую-то 3D-игру. И все это бесплатно, работает в браузере, есть отличная поддержка и не нужен мощный комп. Причем многим действительно хватит бесплатной версии за глаза. Уверен, что немалая часть из вас так и не поймет, зачем вообще нужна проучетка, если все и так доступно в бесплатной версии. Я перечислил только основное, и наверняка каждый из вас найдет что-то полезное или просто интересное именно для себя. К тому же вектор не стоит на месте, постоянно обновляется, и я уверен, что с момента записи видео еще появилась куча всего крутого. Да, больше всего в векторе не хватает анимации, но все будет. Насколько мне известно, сначала это будет триггерная анимация, и я думаю, что это появится совсем скоро. Возможно, этому ролику уже не один месяц, и она уже появилась. А вот анимации с кучевыми кадрами, скелетные анимации, физические симуляции, работа с частицами. Это скорее всего появится не скоро. Но надо понимать, что на триггерах можно тоже создать довольно сложные эффектные анимации. Окей, все круто, так для кого же векторе? Первое. 3D это не какой-то супер скилл, это уже практически базовый навык, поэтому вектор идеален для тех, кто хочет понять, что такое 3D. Даже не понять, а очень быстро ему научиться, и при этом без головной боли. При этом векторе ничем принципиально не отличается от, например, блендера, просто тут меньше возможностей. Так что для знакомства с 3D, в принципе, лучше программы вам не найти. Второе. Для дизайнеров всех мастей. Третье. Для всех, кто создает контент. Четвертое. Для бизнеса или каких-то проектов, когда нужно добавить модели или какие-то сцены на сайт или в презентацию. Пятое. Если вам нужен AR, лучше площадки для этого тоже не найти. Шестое. Для тех, кто хочет создавать или редактировать модели для 3D-печати. Седьмое. Для заработка. Можешь создавать модели и продавать их на стоках. Восьмое. Даже если ты умеешь работать с 3D в любом другом софте, то все равно 100% найдутся задачи, которые будет проще и быстрее сделать в векторе. Вот такая картина получилась. Пожалуй, вектори это как в Figma или Тильда в мире 3D-софта. Подписывайтесь на канал. Тут выкладываются уроки, разные полезные видео и новости о векторе. Также есть группа в ВК и чате в Телеграме. Ссылки в описании. Продолжение следует...